На базе Буйского техникума железнодорожного транспорта прошла Олимпиада профессионального мастерства по профессии поварское дело среди студентов данного СУЗа и учащихся школы-интерната. Олимпиада была приурочена к всероссийской акции, в которой принимает участие школа-интернат «Сделаем вместе», тема которой гласит «Здоровое питание, активное долголетие». Мы сотрудничаем с БТЖТ третий год. Первый раз мы вышли к ним с предложением опробовать, как наши дети смогут вместе со студентами техникума поучаствовать в данной Олимпиаде. Вот сейчас мы считаем, что это наш такой положительный опыт, именно Олимпиада профессионального мастерства по профилю поварское дело. Это возможность наших учащихся увидеть базу техникума и в дальнейшем определиться, возможно, с выбором профессии и прийти сюда учиться. Да, наши дети с ограниченными возможностями здоровья, которые также имеют право выбора рабочей профессии, и обучаться в любых техникумах и колледжах Костромской области. Они перед этой Олимпиадой волнуются? Вообще переживали. Вчера мы проводили отборочный тур на базе школы, потому что в группе по профилю поварского дела обучаются шесть обучающихся, а условием Олимпиады профмастерства, что только три воспитанника нашей школы могут принять в ней участие. И вчера у них был такой пробный вариант. Они волновались. Сегодня они уже, конечно, собрались, подготовились, исправили, возможно, те ошибки, которые были допущены вчера. Ну и, надеюсь, будет у них хороший результат. К Олимпиаде шла тщательная подготовка. Традиционно задания состояли из теоретического и практического тура. Они подготавливались вчера. Технологические карты они тоже разбирали вчера и тренировались, выпекали полуфабрикаты. Они вообще сюда ходят? Да, они здесь проходят практику по хлебобулочным изделиям, по пекарскому делу. Они здесь. Ну, немного об этапах, которые сегодня... Сегодня у нас была Олимпиада. Они проходили теоретическую часть, то есть они решали тесты. Потом они выпекали уже булочки. Первая часть это была теоретическая, где ребята смогли показать свои знания, которые они получают в ходе изучения профиля поварское дело. Не только по теме сегодняшней Олимпиады, а вообще в целом по темам. Это и овощи, и рыба, и фрукты, и мясо, и выпечка в том числе. То есть теоретический материал, он был разнообразный. Практическая часть им предстояло выполнить изделия из дрожжевого теста, испечь каждому по 6 булочек любой формы с начинкой корица, кунжут, мак. То есть у них была такая возможность. В плане формы это только фантазия ребят. Ну, надеюсь, что сейчас мы увидим результат. Вообще критериев оценки несколько. Это и соблюдение санитарного состояния, и техники безопасности, и нормы выхода изделия. Потому что каждому участнику выдана технологическая карта с перечнем продуктов, норм полуфабриката, норм выхода. То есть они сейчас это все должны соблюсти. Но итогом будет это, конечно, проверка членами жюри готовности изделия. Изделие должно быть, во-первых, пропечено, оно не может быть в сыром виде. Это внешний вид изделия. Одно дело, когда они сформировали изделие в сыром виде, и итог это все-таки по выходу готовое изделие, чтобы оно должно быть съедобно, не засушено, не пересушено, не сырое. То есть, чтобы изделие не ушло на выброс. Оценивала конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли заместитель директора техникума железнодорожного транспорта Ольга Сырцева, директор школы-интерната Ирина Куликова, директор ресторана «Визит» Лилия Четкова, заведующая столовой техникума железнодорожного транспорта Любовь Яблокова и преподаватель школы-интерната Светлана Григорьева. Впервые школы-интернат принимают участие во всероссийской акции «Сделаем вместе» в направлении активное питание, здоровое питание, активное долголетие. То есть, организаторами данной акции есть ряд условий именно о проведении уроков, мероприятий, встреч, бесед по правильному питанию для того, чтобы ребята, в будущем уже став взрослыми, могли активно, вернее, здорово питаться и вести активный образ жизни. Олимпиада профмастерства является одним из мероприятий в рамках этой акции. Мы зарегистрировались на сайте этого движения, они каждый год, у них разные акции, но в этом году посвящено здоровому питанию. Так как я преподаватель технологии по поварскому делу, как бы мы решили принять участие в этой акции. Ребята к этой Олимпиаде долго готовились и волнуются ли они сегодня? Ну, ребята даже на удивление ведут себя спокойно, все у них получилось, я думаю, что. Вот, ну, к Олимпиаде, к этой, конечно, мы готовимся, потому что задания были теоретические вопросы, и практически, видите, да, что им предстояло изделие сделать из дрожжевого теста, поэтому, конечно, мы готовились. Здоровое питание, активное долголетие – это всероссийская социальная акция, задача которой – сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. Привлечение школьников и их родителей к решению проблем отсутствия культуры здорового, активного образа жизни, мотивирования к социальной активности, повышения осведомленности в вопросах здорового питания и в вопросах потребительской грамотности. Чем-то будут поощряться ребята, которые вы ведете? Вообще, да, им будут вручены дипломы, шоколадки, и индивидуальный предприниматель Нечаева Марина Владимировна, она, приглашая мы ее в состав жюри, она каждый год дарит всем участникам хорошие поощрительные призы. За это ей, как бы, огромное спасибо.